Всем привет! Ну что, я уже порешала миллион дел. Просто миллион дел, мне уже нужно ехать домой, потому что я хочу еще доделать уборку. Я уже почти все убрала, мне нужно еще кухню убрать, и еще я хотела в гардеробную убрать. Точнее, организовать все. Тут вовсю стройка. Такая прекрасная погода, что пройдусь немножечко. Не совсем мне туда, но ладно, прогуляюсь. Я сегодня много чего сделала, с самого утра тружусь. Завтра у нас государственный праздник, и это круто, потому что еще я смогу позаниматься своими делами. Да, здесь, глядя, какой район еще просто вымахивает. Какая я сегодня молодец. Столько всего успела, оббегала все что надо. Мне даже сисечка надо было на чай, и такая мелочь всегда забывается. Я даже его купила, прямо с собой горда. Но я записала. С самого утра я поняла, что мне столько мест нужно оббегать, что я обязательно что-нибудь забуду, и я взяла себе, составила список всех-всех-всех своих дел, включая самые большие мелочи. И по списку, конечно же, легче все делать. Ну, я не успела шаг вступить, уже снова трассный. Мы эвакуировали машинку. Конец сентября. Сегодня 27 число. Такая прекрасная погодушка. Сейчас разница между днем и вечером. И утром. Сумасшедшая просто. Утром просыпаешься, и дубарина как зимой. И так же вечером. Вот в среднем в 5 часов вечера просто резко становится. Очень холодно. Очень. А днем вообще лето и все дела. Ну давай. Ну давай. Кошмар. Все, тормозят. Есть надежда. Сейчас опять шаг вступлю, и все. Не будет опять. Ох. Могу представлять за сколько времени красный, а зеленый. Видели сколько? 3 секунды было. Я не успела даже одну дорогу перейти, не то что без. За тот момент, пока был зеленый. Скоро уже весь мир подстроится под одних автомобилистов. Вылезайте вы из своих колымак. Идите вы пешочком, пройдитесь, подышите воздухом, дайте ногам и попе подышать. Такая погода. Дусится в этой машине. Вы что все едете в Германию? Да еще и по одному человеку в машине. За что ты там сидишь, молодой парень? Я не понимаю. Иди ты гуляй. Кошмар. Непонятно. Для меня непонятно. В машине всю жизнь пропустишь, ничего не увидишь там. Там только на затарку хорошо, и когда много чего возить надо, когда не унесешь просто. Или когда детей много, тоже достаточно проблематично за ними уследить. А так, вообще, всю жизнь пропустишь. Все самое крутое, все на улицах происходит. Уже говорила, первый жилой небоскреб в Чехии. Еще не знаю, сколько у него будет этажей, но уже похож на В. Ну что, скостить путь немножко. В торговый центр. Мне, вроде, не нужно. Я уже все, что мне нужно было, купила. Несу. Ну, немножко сегодня. Я вчера бегала по делам. Позавчера на затарку ходила, и в итоге я уже как-то с покупками так закончила. Вроде все у меня есть дома. Отельушка. И тауэр. Ух ты. Коптильня. Так. Куда это меня ведет? Совсем не туда, куда я хотела. Потому что здесь раньше была дорожка. Они ее из-за стройки перегородили. Вот так. В итоге нет смысла мне, что я сюда повернула. Ну, тут вообще не знаю, что это строится. Какая-то часть, что ли, этого здания новая. Не знаю. На стекло наступило. А может мне сходить, зайти мороженое купить, раз уж меня судьба привела прям. Я вам говорила, что я люблю вот это вот. Желатерия итальяна. Итальянское мороженое у них потрясающее совершенно. И я совершенно про него забыла. Ну, раз уж я здесь. И прямо мне эта надпись в глаза врезалась, то 100% я должна зайти мороженое покушать. Я, кстати, давно не кушала мороженое. Ну что же, куда без мороженого? Один шарик у них, я говорила. Один шарик за два. Если берешь два, то это как как четыре. Он от этих миксера у меня сломался. Все, налакомилась я вкусняшним мороженым. Как-то очень в тему оно мне подвернулось. С таким большим удовольствием его скушала. Теперь иду дальше. Надо прийти еще покушать и убирать. Сейчас зашла в торговый центр. Как раз 12 часов дня, обеденное время. И тут деловой район и очень много офисов рядом. И все в торговый центр ходят кушать. И вот я так прикинула. Я раньше тоже ходила с коллегами кушать в ресторан каждый день. И как-то я так... Ну, обеды во время рабочего дня у меня крайне маленькие. Я в целом так. Не обедаю, а скорее перекусываю. Потому у меня очень много денег не уходило. Но вот у них в среднем всегда... Кутевая вода. У кого-то воду отключили. Когда воду отключают, подкатывают в такой контейнер. Вот. У них в среднем уходило 200 крон на обед каждый день. И это без десерта. Это без фруктов, без завтрака, без ужина. И вот я сейчас просто прикинула, что 200 крон умножь на 20 рабочих дней. И это получается 4000 крон только на обеды. А очень часто офисные работники еще и ужинают вместе в ресторанах после работы. То есть добавьте к этому тогда еще. Итого это 8000 крон. Это очень хороший бюджет на двоих человек питаться совершенно роскошно дома. Вот так. Хорошо питаться качественно. Вот так. Хорошо питаться качественно. Все кафешки, все столовки, все и очень солидные денежки уходят на питание в ресторанах. Ладно, здесь еще хорошенький магазинчик. Вьетнамский есть. Надо посмотреть фрукты. И поехала я. Спасибо за прогулку и бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok